МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Вадим Пачема. Сегодня в выпуске. Действительно высокие технологии. Чувашия будет сотрудничать с российскими космическими системами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Быть или не быть, депутаты Государственного совета обсудили все за и против создания Чувашско-китайского агрокомплекса. Что завещал патриарх? На родине вспоминают просветителя Ивана Яковлева. В республику приходят внеземные технологии. Глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил вопросы взаимодействия с руководством российских космических систем. Какие проекты договорились реализовывать партнеры? С подробностями Дмитрий Ковалев. Это еще один шаг в цифровом развитии региона. Российские космические системы должны создать универсальную платформу управления экономикой республики. Начало совместной работы скрепили подписями в соглашении между Кабмином и Холдингом РКС. Российские космические системы выступают оператором национальной сети высокоточного позиционирования. Благодаря сотням станций повышается качество спутниковой навигации. В рамках проекта в республику будут поступать геоинформационные данные из космоса. В рамках нашей кампании находится научный центр оперативного мониторинга земли. В ближайшее время, я думаю, он трансформируется в национальный центр оперативного мониторинга земли. И мы получили поручение год назад от президента Российской Федерации приступить к реализации проекта «Цифровая земля», то есть цифровой двойник. Мы можем еще предложить различные сервисы, которые нужны городскому хозяйству. Это и цифровое проездное управление транспортом. У вас очень много информации, которые на сегодняшний день мы не используем, по сути дела, в реальном секторе экономики. Нам как раз очень важно иметь все те данные, обратные связи. 26 числа проходил у нас Совет Глав региона Приворско-федерального округа при полномочном представительстве. И как раз Игорь Анатольевич Комаров остановился, что нужно взаимодействовать с космосом, с данными. РКС и правительство региона создадут дорожную карту проекта. Его реализация начнется в следующем году. Республики предоставят доступ к данным спутниковой навигации и технологиям дистанционного зондирования Земли. Особое внимание уделяется развертыванию сети центров компетенции в сфере использования РКД. Вот эти центры компетенции, они как раз и должны быть в регионах. Роскосмос на основании постановления правительства обеспечивает организацию информационно-аналитическое обеспечение работ, проводимых в области использования результатов космической деятельности. Возможностям космических систем на Земле нет границ. При поддержке РКС в республике запустят пилотные проекты, мониторинга сельского и лесного хозяйства, управление транспортом, борьбы со стихийными свалками, а также контролем за землями и госимуществом. Аналитика ресурсов региональных, она позволяет принимать другие управленческие решения. Вот с Москвой начали разбираться, есть поробочный билет, а общий объем лесного хозяйства уменьшился на 10% за год. Что оказалось? Они просто вырубают, и ничего на этом месте нет посадок. Мы в республике создали единый информационный ресурс с учетом земельских основного значения, с учетом брошенных земель, без хозяйных земель. Нам удалось зарегистрировать за муниципальные собственности, и муниципалитеты сегодня как раз налог на имущество, на земельные участки аренда 100% на уровне муниципалитета остается. В федеральном холдинге отмечают, что данные из космоса необходимы для повышения эффективности управления экономики региона. У нас появляется облако, все эти данные будут выкладываться в облако. Каждый регион будет иметь возможность через свой IP-адрес, только он сможет заходить в это облако. И мы вам даем объективный контроль. Вот что у вас и что у нас, и только вы. А почему региональный центр должен быть? Тогда это ваша информация, ваши аналитики. Вопросы развития регионов в Москве обсуждали и члены правительственной комиссии. На повестке дня проект федерального бюджета на три года вперед. В Министерстве финансов планируют увеличить дотации субъектам. Чувашия должна получить порядка 12 миллиардов рублей. Еще одна тема – реализация национальных проектов. В приоритете развитие культуры, науки, медицины, цифровой экономики, а также поддержка малого бизнеса. Наша задача сейчас между первым и вторым чтением – сейчас доработать уже с субъектами Российской Федерации. Все наши свести проекты, федеральные проекты, довести до субъектов Российской Федерации. На исполнение указов президента в республику в следующем году поступит более 7 миллиардов. Как реализуются национальные проекты на местах в правительстве России, намерены мониторить ежедневно. Самое главное, чтобы те цели и задачи, которые поставлены в указе, были распределены по каждому субъекту Российской Федерации. Вот это основная наша задача. Времени мало. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика, из Москвы. Делегация представителей федеральных энергетических компаний второй день работает в Чувашии. Вчера они посетили ряд предприятий электротехнического кластера Чувашской Республики. Экра, ЧАС, Релематика, Элара. Сегодня научно-производственные предприятия Бреслер и Динамика. В электротехнический кластер Республики входит свыше 40 предприятий. Продукция наших товаропроизводителей занимает более 40% на рынке оборудования релейной защиты и автоматики России. При этом его качество позволяет замещать импортные аналоги ведущих мировых брендов. Научно-производственное предприятие Динамика изготавливает и продает современные испытательные устройства проверки различного электрооборудования. Они востребованы и в электроэнергетике, в нефтегазовой отрасли и на энергоемких промышленных предприятиях. На предприятии есть как научная составляющая, то есть они думают и о будущем, и свои приборы, и аппараты делают в соответствии с нашими техническими требованиями, которые мы им задаем при текущей эксплуатации релейной защиты и автоматики на своих подстанциях. Энергетические компании к тому же решают задачи цифровизации. Благодаря инновационным изобретениям уменьшается влияние человеческого фактора на производство, а возможность дистанционного управления и более быстрого устранения неисправностей в энергетических сетях, наоборот, увеличивается. Быть или не быть агрокомплексу Чувашия-Сычуань на территории нашей республики. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании комитета Госсовета Чувашии по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии. Ольга Пырочкина подробнее. Новые масштабные проекты – это не только дивиденды, но и определенные сложности и риски, особенно когда речь идет об инвестициях со стороны. Депутаты Комитета Госсовета по экономической политике и агропромышленному комплексу и экологии собрались, чтобы взвесить все за и против Чувашско-Китайского агропарка. С одной стороны, представители Поднебесной, которые планируют построить завод по производству сухого молока и комплекс по выращиванию крупного рогатого скота с пастбищами, принесут в Чувашию небывалые для такого рода проектов инвестиции – около 10 миллиардов рублей. А земли, которые не интересовали местных аграриев многие годы, наконец начнут работать. В Чувашской республике три года назад было необработано к земле 140 тысяч по последнему мониторингу гектаров земли. Многие возмущались, почему земли не работают, не обрабатываются и так далее. Неоднократно нашим предлагали и 25 лет, 28 точнее лет, эти земли никому не были нужны. На эту же чашу весов можно положить рабочие места для сельских жителей. Кроме того, селяне получат гарантированный сбыт молока домашних буренок и его не придет создавать за бесценок. Помните, в прошлом году упали цены на молоко? У нас 200 тысяч тонн только своего лишнего молока на территории Чувашской республики, который мы продаем ежегодно в соседние регионы. В прошлом году на рынке была такая ситуация, к сожалению, было очень много сухого молока, цены рухнули, и наше молоко отказывались покупать все заводы. Теперь о другой стороне медали. Несмотря на все вышеперечисленные выгоды, местное население инвесторам не обрадовалось. Во-первых, с точки зрения экологии у Китая не лучшая репутация. Впрочем, в Чувашии им придется работать в соответствии с природоохранным законодательством нашей страны, уверяют сторонники проекта. Скажем, использование семян генномодифицированных, они не имеют права здесь их использовать. Конечно, здесь нам полностью расслабляться нельзя, должен быть жесткий контроль. И этот контроль, я думаю, что обеспечит не только органы, которые должны этим заниматься, но и общественность. Еще одно опасение селян, что работать на новые предприятия приедут сотни жителей Китая. Однако пока для строительства и работы всего комплекса иностранный инвестор запросил квоты на работу в России только для троих своих сотрудников. Иными словами, чаша с преимуществами перевешивает. Так что комплексу быть. Во всяком случае, Комитет Госсовета по экономической политике и агропромышленному комплексу и экологии проект поддерживает. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Вопросы профилактики терроризма обсудили сегодня в Доме правительства на заседании антитеррористической комиссии. Сегодня в центре внимания предотвращение трагедии, подобных той, что произошла недавно в Керчи. А вчера в Татарстане ФСБ задержаны 18 сторонников, запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. По данным спецслужб, эти люди намеревались совершить ряд резонансных акций на территории России и присоединиться к боевикам в Сирии. В Чувашии пока ситуация стабильная. Все силы направлены на раннее выявление противоправного поведения. Вовремя выявленные признаки отклоняющего поведения несовершеннолетних позволяют организовать адресную профилактическую работу. Или точечную работу. И не допускать всяких разных правонарушений. Огромная ответственность ложится на руководителей учреждений образовательной сферы, классных руководителей, кураторов учебных групп, педагогов, психологов, социальных педагогов. И на тех медицинских работников, которые у нас закреплены по штатной численности и работают в общеобразовательных учреждениях. Помимо педагогов, надежда на самих молодых ребят и их лидеров. Они, как никто другой, знают, чем живут и интересуются сверстники. Имеют влияние в своем окружении. Также в республике создана кибердружина, члены которой отслеживают в сети запрещенную информацию. Предотвратить терроризм можно только при взаимодействии всех заинтересованных сторон. В этом году ужесточили наказание заложенные телефонные сообщения о терроризме. Преступникам за подобные звонки теперь грозит штраф от 200 тысяч до 2 миллионов рублей или лишение свободы до 10 лет. С учетом статистики и региональных особенностей будет разработан комплексный план по профилактике терроризма на следующий год. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Николай Николаев, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, удостоен новой награды. Указом президента России за заслуги в области здравоохранения, развития медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу ему вручат медаль ордена за заслуги перед отечеством второй степени. Николай Николаев возглавляет центр эндопротезирования с марта 2008 года. Сегодня эта клиника принимает пациентов со всей России. Здесь проводят примерно 4000 уникальных операций в год. Кандидат наук, автор более 45 научных трудов по педиатрии, детской хирургии и организации здравоохранения, Николай Станиславович успевает вести и большую общественную работу. Он депутат Госсовета Чувашии и руководитель общественной приемной «Единой России». День памяти великого просветителя чувашского народа Ивана Яковлева состоялся в республике Татарстан в селе Кошкино-Ватимбаева. Один из выдающихся деятелей культуры и просвещения дореволюционной России, талантливый педагог, ученый, мыслитель, организатор народного просвещения. Все это Иван Яковлевич Яковлев. Иван Яковлев родился в деревне Кошкино-Ватимбаева. И, конечно, именно здесь прошел День памяти чувашского просветителя. Чувашский народ к началу 20 века был самым грамотным народом в России после русских. И это говорит о многом. Это результат его деятельности многолетней, многогранной его деятельности. Мы были такими. И, конечно же, мы этим человеком гордимся. И, конечно же, мы гордимся тем, вот верится и не верится, что этот человек родился и вырос вот на этой земле. Хочется сказать слава и благодарности всем вам, проживающим на территории Республики Татарстан, за ту память, за то тепло, которое вы сохраняете тех людях, которые рождаются на этой земле. Иван Яковлев прожил сложную жизнь в трудных условиях. Он стал одним из высокообразованных и культурных людей своего времени. А все благодаря своим исключительным способностям и настойчивости. Его вклад в развитие чувашского народа как этнос и неоценим. Он подарил соплеменникам письменность. Сегодня имя просветителя носит Чувашский педагогический университет и многие школы в нашей республике и соседней Ульяновской области. Также, как и в Чувашии на Симбирской земле, в честь Ивана Яковлева названы проспекты и улицы. Именно стипендии и профессиональные премии. Если мы будем всегда равняться на таких людей, стараться равняться на таких людей, как Иван Яковлев в России, и тогда мы будем всегда на первых позициях. Всегда мы будем счастливыми, всегда мы будем богаты не только деньгами, материальными средствами, а будем богатыми, самое главное, душой и сердцем, внутренней культурой. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Я прощаюсь до завтра, а вас ждет еще блок интересной и полезной информации. Не переключайтесь. Совсем немного времени остается у жителей республики, чтобы заплатить налог на имущество и НДФЛ. Срок до 3 декабря 2018 года. Наверное, все уже уведомления вы получили. Кто не получил, соответственно, можете обратиться в любую инспекцию, независимо, Чувашская республика, не Чувашская республика. Оплатить квитанции можно в банке, почтовых отделениях или через интернет-сервисы. Мобильное приложение Сбербанк Онлайн на смартфоне поможет быстро и не выходя из дома совершить все необходимые платежи. Кроме этого, такая система оплаты позволяет сохранить всю историю операций. Видно дату совершения платежа, видно время, когда вы совершили. И еще одно из преимуществ – вам не нужно хранить все квитанции дома. В течение трех лет банк сохраняет для вас всю историю ваших операций об оплаченных там платежах. И пользуясь современными сервисами, вы экономите самое ценное, что у нас есть – это время. Последняя разработка в мобильном приложении Сбербанк Онлайн – оплата через QR-код. Это удобно и просто, отметили сотрудники банка. Давайте посмотрим, как это работает. Я выбираю функцию оплата по QR. Приложение само подсказывает клиенту, что нужно искать. То есть даже если он не разбирается, он показывает, какие знаки нужно распознать. После выбора оплаты QR-кодом остается сверить наименование и ДНН-получателя, банковские реквизиты и сумму. Все налоговые платежи в приложении Сбербанк Онлайн проходят без комиссий. С использованием мобильного приложения и QR-кода можно погасить кредит и штрафы ГИБДД, расплатиться за коммунальные услуги, мобильную связь, снести деньги на транспортную карту, совершить другие платежи. Разрушен зуб? Требуется коронка или имплант? Где найти специалиста, который вернет вашу улыбку и сделает это без последствий? В клинике Дантамет прошел курс члена Европейской академии эстетической имплантологии Стефана Контия. Он проводит обучающие семинары в Италии, странах Южной Америки и России. Я привез в Россию новую смену парадигм. То есть я говорил о концепции биопитета, биологически ориентированная техника препарирования, когда мы полностью меняем наш взгляд на препарирование зубов. То, как мы препарируем, должно быть минимально инвазивная концепция. Смысл концепции в том, что при препарировании не надо создавать уступ. Метод сохраняет твердые ткани зуба и не оставляет зазор между тканями и коронкой. Осложнения сведены к минимуму. Стефана Контия с коллегами рассказали и показали на примере, как правильно использовать метод при протезировании и имплантации. Целью является поделиться опытом 25-летних исследований, которые проводит компания Сюдена Мартина с участниками. То есть эта программа работает по всему миру. На сегодняшний день важно не установить имплантат и добиться его приживления, так сказать, то есть остеоинтеграции, а это получить максимально именно эстетические результаты, максимально предсказуемый, минимально инвазивный с точки зрения обработки ответ. В двухдневном курсе приняли участие ортопеды и ортодонты из Чувашии и других регионов Поволжья. Нам придется потрудиться, внедрить, объяснить, сами в первую очередь осознать вот эту концепцию и, конечно, внедрить. Я думаю, что после этого для наших пациентов, я считаю, более подходящей концепцией, мы будем работать в этом направлении. Регулярные курсы и мастер-классы. Следующий пройдет 6 и 7 ноября. Приглашенный лектор Денис Крутиков расскажет о реставрации передних зубов. Дантамет применяет передовые технологии при лечении своих пациентов. Доверьте свою улыбку профессионалам. Говорил о концепции... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин